Я в Геленджике работала, когда по афрокосам. Кстати, я косички хочу. Бесплатно. Можно? Тони 026, пиши. Кто хочет мне бесплатно косички сделать? Я ржу. Кто-то ржет. Я живу в Геленджике. О, круто. Мне тоже. Зубы ужас. Мне нравится. Господи. Да еще до хейта не дошло. Люди, пожестче что-нибудь напишите. Подождите, а что? Так круто. Короче, ребята, тема эфира такая, как Таня переживет жесткий хейт. Она никогда не вела особо прямые эфиры с большой аудиторией, поэтому давайте пожестче, чтобы посмотреть ее реакцию. Сможет ли она адекватно отреагировать на критику? Ладно, мне они нравятся, они пишут Вика Курильщица. Ты куришь? Да. О, блядь. И не только. Ничего страшного. Ага, святые. Вика Курильщица говорит. Я кальян курю уже 4 года. Ничего страшного. И об этом я не скрываю. Шли всех нахуй, шлю всех нахуй. Красивые брови. Кстати, да, сегодня сама рисовала. Такой многоинформативный прямой ряб. Блин, девчонки, не обращайте внимания. Ну, конечно, не обращайте внимания, потому что я не спеваю. Какие корни, что? Я не понимаю, о чем они. Это блогерский язык. Что, подчинем музыку? Есть все? Сереж, да? Да, что, что, можно? У нас есть это. А, давай. Чай. Да нет, там не то, подожди. Чай, чай. Чай. Сереж, поставь чайник. Это ты? Да. Слушай, сейчас клубная музыка пошла, скажешь, что Таня наркоман. Таня, давай, ну что, люди просто тебя смотрят, сейчас начнут заключаться. Мил, что, где, нахуй, отсюда? Надо постоянно подогревать публику, чтобы были интересы, и они от тебя не уходили. Ну, ты же профессиональный блогер. 719 человек. Офигеть. Круто. Ну, ты классный, ты молодец. Я, знаешь, я бы... Нет, Вика, у тебя сколько всегда человек? Я бы дадю до двух чек. Тысяча? До двух чек. Тысяча? До двух тысяч. Блин, а как дотянуть до двух тысяч? У меня зарядка садится. Надо показывать сиськи, я говорю. Ну, подождите, ну, значит, все соберутся, я покажу сиськи. Сиськи будут, ребят, не расходимся. Ребят, собираем тысяча человек в прямом эфире, Таня показывает сиськи. Да, какой тысяча, а уже 745. Я соски не покажу. Соски не покажут. Покажи, Вика, вы, да Вика здесь рядом. Можно я вас покажу? Нет, она не хочет. Вика не хочет. Сказала, ты хочешь. Нет. Я не выхожу из Вика. Она не выходит в эфир. Все по тебе скучают. Посмотрите истории и все встанет на местах. Я тут. Слушай, ну негатива хочет девочка. Ну, что вы жадничаете? Я реально есть вкусный на Азоне продавали. А сколько у тебя обычно? Читай комментарий. Кстати, мне пишут, что я очень похожа на Дарью Пунзерс. Дома 2. Нет, это не Дашка. Наверное. Но я Татьяна Суваши. С деревни Алманчикова. Вика выпила просто. Да нет, Вика, вон чай себе пьет. Я рыбу ем. Рыбу ест. Не хочет показывать это на ночь, что она ест рыбу. Кто это? Это Татьяна. Гайбарольская. Всем вновь привышем привет. О, давайте вдвоем. Да, не, я некрасивый. Давай, ну там, все, готовы. Все, пошли вдвоем. Нет, я-то за нее вывезу. Это, помните сериал Саша и Таня? Это Серега и Таня. Это Демо-версия. Короче, расскажите, как вы 11 лет в браке. Да, мы 11 лет в браке, у нас дети двойняшки. Я, кстати, у меня бицуха 40-70 метров. Молодец. Да. А Писюн? Писюн 18. Все нормально. А вчера мало. Да, только Рос 191, кстати. В Геленджике, я телочки, кто будет с 31 мая по середину июня. Двойняшина уедет, Дваша. Да, приезжайте к нам. Таня уедет в Чувашу, я буду один. Красивый, высокий. Квартира на берегу моря. Да, двойняшки у нас. Привет, Чебоксары. О, Чебоксары, привет. Таня Чувашка, да. Привет, я приеду в Чувашию. Кто со мной хочет увидеться? Фан-встреча Таниных хейтеров. Я могу тебе чуть-чуть... Не, мне чай. Не, мне чай. Чай? Мне виски не надо. Хорошая пара, да. Я красавчик, Таня уедет, поэтому... Встретимся в Геленджике. Да, сейчас уж. Вообще, тема нашего эфира, кто только присоединился... Пробный прямой эфир от Тани. Она никогда этого не делала. Я, кстати, тоже первый раз в прямом эфире. Особенно с такой большой аудиторией. Вика всем передает привет с Рустамом. Она ест рыбу. Да, и чтобы ее... О, это мне сердечки такие? Мне кажется, как будто Серега Березовский, который комментирует футбол. А сейчас мы наблюдаем Викторию с Рустамом, который едет рыбу. И Таня, которая наливает воду. Внимание, она с девятого угла перемещается в там что-то куда-то. И вот тут наступает опасный момент. Внимание, розетка. Думаете, у вас получится попасть в Геленджик? Так мы и так в Геленджике, ребят. Мы с Геленджика. Мы здесь живем. Сейчас чай завартик. У нас дети двойняшки. И нас все знают. На параде колясок мы выступали. У нас был образ Шрека и семья. Кстати, мы три года выступали. Да, победили. Поэтому, я думаю, геленджичане нас знают. Эй, ребят, сиськи будут. Куда вы отписываете? Не уходите с прямого эфира. Как две тысячи будет просмотров, так? Сиськи покажем. Дайте инстаграмм Татьяны. Это раньше в Перископе была такая фигура. Таня красотка с хорошей фигурой. Да, Таня у нас бывшая фитнес-бикини. Может быть, еще не все потеряно. Я, кстати, соревновалась с Викулией. Да. Мы там воевали за кулисой. Геленджик – лучший город на побережье. Поэтому приезжайте. Это российская Монако. Русская Монако. Кстати, у нас сейчас… Да, тут реально как в Пальма-де-Майорке. Я думала, знаешь что? Не хватает для ножки сервиса, а так в целом… А что, сколько там? Лучший город. Там, алло, не алло. Сколько? Мало. Ну, давай, как мы сделаем. Поставь. Вырубят свои лапы. Кстати, у нас сейчас порт строится, и у нас будет шикарно. Таня, прямой эфир бери в свои руки. В прямом бонете. А ты чай. Ага. Ой, так прикольно. Свежей травы добавила в чай. Я? Услышат все с людьми. Я добавила. Чай травяной, ребята. Сереж, дай кружечку, пожалуйста. Слушай, а у меня неплохо получается. Сезон с 1 июня будет, говорят люди в масках. Кстати, насчет сезона. Кому интересно, ну… Отещают, будет сезон. Насколько говорят, говорят, будет. Будет, не будет, не знаю. Если кому… Блин, это реклама, да? Кому интересно. Я предоставлю… Ну, я занимаюсь арендой недвижимости Геленджика. В плане посудочной аренды квартир, не гостиницы. Гостиницы не все работают. Сейчас тебя лайфхейсы увидят и тебе скуточную аренду поют тебе. А я не скажу. А я не скажу, где меня найти. Я занимаюсь арендой, но где меня найти, не скажу. Не скажу. Ну, не знаю, насколько будет у нас сезон, говорят, будет. Посмотрим. Почему в твоей эфире левая баба, Вика? Почему? Она хотела попробовать, я сказала. Я хотела попробовать. Сегодня вечер называется. Таня на хайпе. Сиськи в прямом эфире. Только у вас очень мало для сисек. И левая баба, да. Цена за квартиру, блин. Я ж не буду сейчас. Разная цена. От тысячи и выше за сутки. Где Вика? А не в горе, скажи. Вика рядом. Главное, не в горе. Девочки. А, это бухает даже рука к телефону держать не может. Ну, извините, у меня телефон на зарядке. Вика, хочешь помахать ручку? Да, зачем? Вика рядом. Она дыхает, она кушает рыбку, печаль. Ну, эксперимент же нет, не состоялся. Хейт, она. Муж тебя за сколько продался? Я бесценна. Денег не хватит. Покажи, Вика, Вика рядом. Да, покажи ты, Господи, Боже мой. Подожди. Я вот потерял. Вику взломали. Это Дуся, ребята. Вику взломали. Вот Рустам. Мама рядом, не бойтесь, все хорошо. Мама рядом. Кстати, я там пишу, что я там... Подожди, сейчас, сейчас, сейчас. Так интересно было, я сейчас пропустила. Да, где рыба появилась спокойно. Да, подождите, а сейчас было. Где Вика, где Вика? Нет, Вики. Так, сколько... Сохраните эфир. Нет, эфир нет, не сохраним. Так, хорошо, приятно, девушка. Что-то я прочитала такое интересное, но я пропустила. Да. Хотим к вам приезжать. Скажите негативную информацию о Тане, что вы видите со стороны. А, негатив? Что можно сказать? Алкашка там. Да, ну, мы шоусь и ступором. Сиски, кривые, бровь одна выше, одна ниже. Ну, дайте негатива. Нет, мы потом пойти в лоб зайдем. Красавчик, Рустам тебе пишет. Привет, Ему. Он красавчик тебе пишет. А, пишет какая-то тёлка. О, коновалова. Какая-то тёлка. Коновалов 6740. Запомнила? Да. Вика-то запомнила? Мне-то чувства дала. Серьезно, я не волнуюсь. Так, кто-то пишет толстый. Пускай хоть встречается. Толстый. Я с голенью что-то... Я не успеваю читать. Да хрена, блин. А что ты не успеваешь, Таня? Видимо, он тебя не любит. Вот, напишите ей. А кто кого не любит? Я не поняла. Видимо, как он тебя не любит. Кого кто? Да, у нас эксперимент. Я люблю её. Просто эксперимент у нас. Подождите, Таня. Родинка красивая. Да, у меня их много. У меня вокруг их много родинок. А сиськи тоже. А вялка у меня? Кстати, у Вики тоже носистика родинка. Ну, покажи, покажи. Викуль, давай. Родинка носистика. Соски не видно. Весь негатив. Сейчас ты, Серёжа, наличай. А я просто прыгаю, что у меня постоянно видно соски. Да? А у тебя не видно. В прямом эфире у тебя всегда? Да, у меня везде соски. Ну, всё, понятно. Серёж. Где тебе уложить пани? Мамка панирует. Мамка панирует. Мамка панирует. Они у меня всегда так, кстати. Когда с нами полежишь? Чай горячий. Рустам, Вика, привет. Подожди, Рустам, тебе пишут. Привет, привет, вокруг себя. Вика, привет. Таня, привет. О, привет всем. Всем привет. Давайте помашем листочки. Ну что, мы все на месте. О, дайте мне поеду. Ешь. Вот там, поеду. Привет, малышки и пупсики. Они думают, что я разломала. Давайте, сейчас дядя, дядя здесь. В общем, рассказываю. У нас был замечательно, насыщенный день. Мы обошли все барьеры. Вопреки всем условным ограничениям, мы нашли ту самую тишину, что успели погрузиться в нее. Хорошо погуляли, отдохнули, покайфовали. Это знаешь, как это говорит? Вот есть такое выражение, что люди, которые состоялись сознательно, они ищут все больше покоя и тишины. А те, кто еще что-то там бегает и не нашел этого, он все время хочет шума и тусовок. Поэтому вот мы решили сегодня провести тихо вечер. Но не совсем тихо он получился. Мы провели его немножко шумно. Решили поэкспериментировать. Поеблись, нет, не поеблись. Вы вдвоем гуляли. Все впереди. Гуляли вдвоем, да, еще были голуби. Голуби, там всякие птички. Вообще, в целом, ситуация в Геленджике очень комфортная. Все гуляют. Опять же, условные меры предосторожности, как и все. Ребят, они друзья. Ничего больше. Просто друзья. Карантин, предохраняйтесь, кстати. Он имел в виду масочный режим, перчаточный масочный режим. Такие дела. Сидите, хуй так интересно. Вот, а еще мы расспрашивали, вот мы с Викой, как жители юга, которая видит море только раз в три года, да, или сколько там. А где купальник? Да, купальник на ней. Мы спрашивали у ребят, как вообще им живется на море, какие у них вообще ощущения с тем, что если сравнить там, не знаю, с нами, степными людьми, которые море видят вообще очень редко. А они сказали, что возле моря жить классно. И вот Сергей, хозяин дома, рассказал интересную историю о том, что... Где купальник? Ну, купальник. Так и не будет. Слушай, кто такой сиськи показывает? Таня, ты или Вика? А что вы делаете? А кто там сиськи показывает? Перебивайте, блин. Вы не даете мне рассказать интересные инсайты. Так, какие же вы милые, классные. Вика, где купальник, классные снимаете эфир. Привет из Турции. Привет, Рустам. Как будто Рустам говорит с акцентом. Да, я вообще... Потому что Рустам не русский адык. Я ручки чуть-чуть понимать. Ага, друзья, мы так и поняли. Сразу хули. Ну, что ты сразу... Так, Вика пьет, Вика не пьет. Так, один раз в году живем, так. У нас холодно и дождь, чай пьет. Вот, да. Замаскированная. Вот такой чай. Такая история в целом, короче. Вот, мне очень понравилась эта мысль. И купить дом на где-нибудь побережье очень здорово. Потому что приезжаешь, разгружаешься головой, да, вот. Ребята сказали, что когда у них начинается сезон в Бенжике, они охеревают. Покупать дом на побережье? Нет, мы получаем удовольствие от того, что начинается движуха. За сезон мы от нее, от этой движухи уже изрядно устаем. И в течение зимы мы опять наслаждаемся спокойствием. Если спокойствие, допустим, надоедает, тут же рядом Краснодар, Красная Поляна, все ли поехали, за полчаса постояли в пробке, надоело и поехали обратно домой поехать и наслаждаться жизнью. Талант пропадает. Ребята, Геленджик, это лучший город просто. Серега, молодец, хорошо ведешь эфир. Я, как профессиональный ведущий, скажу, что это уровень. Ребята, это мой, как называется, первый дебют. На самом деле, генерировать слова из воздуха, это на самом деле талант. Это я умею. Да, просто из ничего брать какие-то мысли, повествовать, может не каждого. Давайте попробуем. Внимание, Таня. Привет. Привет, меня зовут Таня. У меня двое детей, я живу в Геленджике. Таня, мы хотим грудь. Таня, можно с исками взять. Чем еще могу взять? Я могу заселить вас. В Геленджике. Надеюсь, Вика и Рустам будут спать в одной постели. Я тоже так надеялся. Нет. Нет, она так. Нет, подожди, стоп. Я буду ночевать у Таня, здесь у них очень классный диван. Вика надеялась. Ребята, 12500, 12500, 37 секунд до моря, до воды. Я буду спать здесь, он там поедет домой. Я как раз нашла, где мне... Замечательный мужик. Ее вывезги в Геленджике. Рано радовались. Таня, мы с Вика, ребята, давайте обозначим, Рустам будет сегодня жарить Вику. Слышишь, сегодня... Ужас какой-то. Стыд и срам. Разве такое можно? Как это вообще можно говорить? Так, Саш, хватит писать про обкурились. Вы что, веселитесь? Мы не курили вообще, мы спортсмены. Просто у некоторых людей радость и эмоции вызывают сразу ассоциации с чем-то прибухнути. Слушайте, давайте обозначим кое-что. Раз я здесь в моем эфире случайно, сейчас вы поймаете, короче, новость дня. Это будет поважнее ваших там ковидов всяких, что вы там смотрите, новости. Мы с Викой. Официально, Вик, давай признаемся. Официально пришло время заявить о том, что мы с Викой. Друзья. Да. Мы друзья. Потому что у Вики есть вы со своими инстаграммами, тренировками, целыми днями вот ее вот эту... И она не уделяет столько времени. Мне недоотношений, поэтому... А нахера мне баба, которая недоотношений, что мне время уделять, правильно? И вот... Кому хочется в 6 утра вставать и ходить на тренировку в 6 утра. Послушай, я всегда это делаю с ней. А вот что ты врешь-то, мля? Я тебя... И что тебе по кайфу? А ты в 5 только ложишься. Прошу, у тебя женские упражнения, блин. Нормальные упражнения были бы. Ты в 5 ложишься, а я в 6... Так, пипец. Что за дауны будет? Ой, дауны. Господи, дауны. Не, там прожарить... Так, прожарить Вику, залубалась счастливая. Да, ребят, с юмором воспринимайте. Вообще не парьтесь. Привет, с Украины. Не, реально даже ни разу не поцеловались за целый вечер. Даже за руку не держались. Максимум ногой под столом что-то Вика шерудила. Да, подожди, дай нотку интриги надо же дать. Есть же мудрое выражение, да, вот не захочет и там, ну, вот это не захочет. Да, да, да. Вот сучка не хочет. Да, поэтому... Сучка не хочет, кабель не сходит. Да, поэтому... Эта сучка еще та, сучка, поэтому, ребята, не делайте, не делайте на нас, пожалуйста, вставки. Вы проиграете. Вытяните жира, чтобы ее жрать. Или что там? Жарить. Так, она пятку часала, да. Рустем, чутюрк? Нет, я не чурк, брат. Так, у меня нет жира, т-т-т-т-т-т-т. Ой, все, пипец, разборки. А нахер ты тогда с ней везде таскаешься? Ну, вообще-то... Не, ну, хорошо, вы что? Со мной любой мужчина захочет. Давай так, я сейчас быстро. Во-первых... Нет, дело не в том, что в любой, не в любой. А что? Послушаю, я сейчас аргументирую конкретно. Во-первых, так, кто написал от комментариев, ну, не базарь. Вот есть такая вещь, называется сарказм. И, несмотря на то, что я не говорю про Вику или не говорю, я ее люблю безмерно больше от всех. Но это другая любовь, о которой... Это братская. 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 А как говорит наш Тим, а есть... Как есть друг наш Тим, а он говорит, есть братская, есть блядская. Поэтому у нас братская. У нас эфир, что, 18+. А, и мы уже выражаемся? Да, уже мы очень. Да, мы 18+. Уже времени столько. Ребята, еще здесь, в Геленджике, есть знаменитая достопримечательность, которую все проезжие, туристы обязательно посещают. Это знаменитый культурный памятник музея-заведения под названием «Формула». И об этом вам подобно расскажет наш хозяин дома Сергей. Владелец клуба «Формула». Нет, нет, я, конечно, не владелец клуба «Формула». Он расскажет нам про «Формула». Давай, братан, топи. «Формула». Конечно, шатер поинтереснее. Нет, ребят, «Формула» на самом деле кайф. Плейдэй. Мы все ждем с нетерпением. Будем танцевать в пене под хорошую музыку. Я хочу, я хочу. «Формула» кайф своими артистами. Ребята молодцы, директора, арт-директора, кто это все организовывает. А официанты-бармены. Ну, официанты-бармены, конечно, без них бы тоже было не очень. Поэтому встретимся на «Формуле», обязательно приезжайте. Они все веселые, когда выпишут, пишут. Я, кстати, ребят, мне 33 года, я никогда в жизни не пил. Истинный факт. А они все равно вы это никогда не помните. Поэтому Таня пьет. Да, Таня бухает за меня, как за троих. Он не пьет, я за него пью. И ни разу не курил никогда. Ни сигареты, ни кальян, ни наркотики, ничего не пробовал. Так что я красавчик. Девчонки, если вдруг самолет до Казани упадет, я буду холостой приезжать и взглянуть. Так, сейчас читаем комментарий. Внимание, 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 читаем комментарий. А как Вика Анапа, ты притворяешься себе, у тебя мечта иметь дочь. В то же время ты говоришь, что тебе никто не нужен тебе. Слушайте, ну блин, ну перестаньте. Кто вам что расскажет, успокойтесь. Мы любим юмор, любим болтать и все. А тут не говорим про отношения всерьез. Так, расскажите мне про жилье у тебя. Тогда понятно. С каким чувствуешься настоящие дамы. Так никто, кроме друга, мужчины, сможет не понять. Спасибо. Так, отдыхайте. На здоровье, окей. Так, Рустамчик, ты веселый. Спасибо. Так, в общем, давайте возвращаемся к теме. Рустам, можно я тебя заберу? Нет? А что там категорично? Да, люди, подожди. Забирай, забирай. Забирай меня скорее. Ну подожди, там чуть-чуть. Ладно, мы возвращаемся к теме. Внимание, это значит новая рубрика на страницу Виктория Цитурян, которая будет называться «Соседи». Раз в неделю мы будем собираться к вам в гости. Будем приходить к тем, кто хочет попробовать стать знаменитым блогером. И стать, да. Дать возможность провести прямой эфир, да, и прочувствовать все это эмоционально. Скажи, что ты почувствовала? Мне понравилось. Тебе понравилось? Прикольно. Знаете, ребят, это все ерунда. Я хочу вам пояснить и посвятить другую историю. Я хочу спросить у Тани, что ты почувствовала тогда в той истории с Сергеем на «Формуле». Сергей, расскажите про ту историю с «Формулой». Дело в том, что у Сергея с Таней есть один маленький секрет. И они сейчас вам расскажут. Это от блогеров нет секретов. Не, ну извините. А ты тогда расскажи свой маленький секрет, который ты нам открыла. Какой? У меня нет секретов. Грудь сделанная. Грудь сделанная, да, 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 да. У меня нет никаких секретов. «Формула» пусть останется в секрете. Кто подпишется к нам. А, это такое. А мы потом можем... Ребят, ребят, что будет на «Формуле» рекомендую. Туалет возле дальнего бара. Очень удобный. Это была маленькая интрига. Маленькая интрига без подробностей. Внимание, подробности у Татьяны. Таня. Рассказывай про туалет. Была очень вкусная самбука. Как, в туалете? В туалете? Нет, не в туалете. Возле бара, рядом с туалетом. Ба-52. А о чем мы еще говорим? Короче, она была очень вкусная. Абсент. И после абсента был туалет. Как они могут часы это пить? Было все круто. Слушай, ну что-то, ребята, слабо-слабо. Давайте до тысячи добьем и был сиськи. Почему у нас смотрят мало человек? Пищиков много. Ну, потому что все спят в это время. Ну, так-то да. Коронавирус. Коронавирус. 12 часов коронавирус. Прямых эфиров, кстати, много. Много конкуренцию люди создают. Вики. Поэтому не смотрите Тимати с Ивлеевой. Смотрите Вику и на красивую бицуху Сергея из Геленджика. Нет, ну скажите. Но это не всегда. Оцените кайф, нет? Такую бицуху иметь. Кайф, кайф, кайф. Руслан, а что это? А я у меня это. Это Рустам. Таня, соберись, Таня. Так, я думаю, градус повышается. Давайте быстренько про чем. Таня, ты из Геленджика. Таня из Геленджика. Все спят. Отдохнуть нужно. Вика, без фильтров. Очень красиво. Спасибо. Моя подруга. Это моя подруга. Видели? Я не поняла. А что это? Да. Так, отдыхай. Какие-то... За весь вечер это вот началось. Тут как под конец вечера. Пьяная кормящая мама. Это я? Ты пьяная, ты кормящая мама. Вообще, к моим детям 7 лет. У меня молока нет. Подожди, Серега. Подожди, ты же их сегодня кормила. Это силинкон. Это не молоко. Сиськи, кстати, огонь. Блин, пьяная. Каждый день трогаю. Уверенная четверочка. А я хочу подтянуть. Ой, ну, за вирус. Хорошо. Видите, все-таки существует дружба между мужчиной и женщиной. Так, девушка, я там с Викой прям как в весь экран не помещается. Это очень мало. Кстати, да, я завтра планирую бегать по набережной. Вика будет махать рукой и кричать. Давай, давай. Я хочу сиськи такие. Друзья, я выключу прерывать наш эфир. Дело в том, что уже диалог происходит к тупику дома разно. Я хочу, что маразу красиво. У меня 295, а это 395. Это реклама груди, что ли? Я не понимаю. Сергей, как вам грудь жены? Я доктор. Шикарная. Мне такое, да? А кого ты делала? У этого. Бабай. Татьяна Маврубе. Так, будьте пробовать отношения хотя бы. Такое чувство, что у тебя изда воняет. Ага, классно. Кто воняет, кто воняет? Подожди, у кого воняет? Таня, дай тебе хайк лейт от Таня. У тебя изда воняет. Вообще обладенный мужчина. Так, 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 здравствуйте. Вы на программе Интрига ТВ. А вы знали, что девушки с косами Интрига ТВ? Какой здоровый мужик. Это тебе, Серега. Да, да, Серега красавчик. Метр девяносто. Серега здоровый мужик. Так, Вика хочет Рустама. Вика, ты хочешь меня? Конечно, хочет. Рустама, почему нет девушки у тебя? Почему нет девушки? Да, если у него, знаете, сколько этих девушек? Если он вам их не показывает, это не значит, что у него их нет. Я сейчас тебе из этого по губам дам. Подожди, как кормящая мама? Сейчас ты берешь и извиняешься вот в эту камеру. Быстро, блин. Давай быстро извиняйся. Говори. Что ты? Говори давай. Что ты мне не делаешь? Говори давай, я сказал. Отпусти шею. Скажи. Что? Что ты сказал? Повтори еще раз. Ну что, там много девушек? Повтори еще раз. И она ревнует. Последний раз еще повторил, я сказал. У кого много девушек? Подожди, у Рустама нету девушек. Девчонки, пишите нам привет с Рустамом и приезжайте к Девушке. Ребят, я вынужден прервать эфир. Надо мне кому-то дать по затылку. Мне сейчас надо мне кому-то дать. Дело в том, что уже перешли. Все грани, меня назвали бабником. А что тебе это, разве плохо? Вообще-то я однолюб. Да? И кого ты любишь? И кого ты любишь? Ну точно не тебя, стерва. Так вот. Ну понятно не меня, а ее. Слушайте, все с людьми разговаривали, не отвлекай тебя. А, давай послушаем, что они сказали. Так, какой профит? О, Таня, твой профит спрашивает. Смотри, так, передайте привет Карине. Кто-то как Карина. А, тут знаешь, это как рубрика привет. Карина, мы передаем тебе привет от какого-то. Я очень грубый. Спасибо всем за мотивацию. Рустам тоже, что тебя поддерживает. Поэтому я с ними не встречаюсь, а только дружу. Стам, зачем ты читаешь комменты этих провокаторов? А я не ведусь на провокации. А он прям ведет, его трясет. Дайте мне почитать. Он трясет. Ребята, почему вы пишите такие гадости? Пишите гадости про Таню. Не пишите гадости, не надо. А напиши, чтобы вы прописали гадости, про меня. Короче, ладно, сейчас я объясню. Вообще изначально вся вот эта чепуха и импровизация происходящая в эфире прямом, она была только с одной целью. Адресована мне. Адресована мне. Смотрите, прямо сейчас мы Таню хотим испытать на тот самый иммунитет. На то, чтобы как вот сильно она сможет пройти испытания хейтерства. Поэтому прямо сейчас вы начинаете жестко. Может ли она стать блогером? Да, вот это ее супруг. Понимаете, Сергей очень много лет. Они 11 лет в раке, у них двойные. Очень много лет, на протяжении 11 лет Сергей гнобит и бьет свою супругу. Сергей? Бицуха-то большая. Несмотря на то, что у нее большие классные сиськи. Если вы смотрели прямой эфир вот Сарегина Тодоренко, которая говорила, что если мужчина вас бьет, это почему тогда он бьет? Типа, в чем дело? Это дело в тебе. Вот Таня тоже так считает. Я сейчас чай сделаю, подойду. Таня убьет муж, ей это нравится. Сергей не понимает, почему он бьет и ей нравится. Нет, она пьет за меня. Я не пью 33 года. Она пьет, он ее бьет. Дети? Она за меня пьет, за себя пьет. Плюс чуваши и малая народность, они, короче, все бухают. Вот это, ребята, чуваши, если вы здесь в эфире, чуваки, как правильно? Чуваши, чуваши. Чуваши. Сергей имел в виду конкретно только вот маленькую область, чуваши, всех чуваши. Слушай, вообще они вышли в прямой эфир, думали, что мы с тобой будем вдвоем ночевать в той квартире. А ты такой облом. На самом деле это была не наша квартира, мы просто взяли ключи у Тани, потому что Таня реял, ну, недвижимость занимается. Мы сняли видео, приехали сюда, мы сейчас домой поймем персонал, отвалите. Идем дальше. Сергей, что там? Да, мы начали вместе, не пью. Почему я ее бью? Потому что она пьет и кайфует от этого. Так. Доводит. Легкий, подвижение. Девчонки, не пейте много. Знаете меру. Таня сейчас это, блин. Нет, на самом деле, мы все шутим. Таня у меня молодец, мама двоих детей, спортсменка. Они с меня алкашку делают. Да, фитнес, бикини, там все дела. Какие бикини, просто может бикини, давайте фитнес. Сейчас, да, сейчас бикини, сейчас бикини, просто. Сейчас ничего, блин. Ой, а у меня опять кто-то красивые сердечки шлет, влюбленные. Скоро Таня уедет, 31 числа, так что я буду в Геленджике две недели один. Остановились мы на том, что у нас просто эксперимент, поэтому скажите, какая она плохая. Вообще-то эксперимент твой адрес. Она хочет почитать о себе негатив. Я не вижу. Покажи, Таня, вот что в ней плохого, негатив напишите, и она хочет о себе узнать правду, которую она не видит. Вы пьете не только чуваши. Да, не только чуваши. Да все пьют чай. Чай? Не, мы чай пьем. И Таня вино. Вино нет уже, ты все выпил. Кто? Я же 33 года не пью. А, вот пусть, думаешь, что ты выпил все? Да, да, да. Так, дом 2. В Тане все за бэсэ. Не бикини, а семейные трусы в горошек. Опа, все. Раунд, сука. Вот пошел первый панч в адрес Татьяны. Татьяна медленно переваривает и тупит. Она не знает, как реагировать, но мы сейчас посмотрим ее в глаза. Посмотрите, Таня замешательствует. Смен трусы. Сергей бежит за успокоительным. Жена в шоке. Дети хотят уйти из дома. Давайте, скандал, интриги расследовательны. Показать все, что скрыто. Говорят, что под столом у Татьяны с Сергеем ничего. Кошка Дуся. Кошка Дуся. Кошка Дуся, это вообще, они хотят ее съесть завтра суп, сделать из нее. Рустам, тебе надо этим. Журналистам желтой прессе. Рустам, что-то про Рустам. Рустам с кем-то. Что, Рустам? Так с кем-то переписывается в телефончике. Да, кстати, извиняюсь, что отвлекаюсь. Он просто телочке пишет, он им переписывает. Телочкам, да. Всем телочкам я отвечаю. Да, Вика прям всеми путями пытается привязать ко мне, вот, приклеить. Не признаешься, что тебе пишет телочка, почему ты этого стремаешься? Послушай, тебе пишут парни, в чем делать? Хочешь с вами поговорить об этом? Ты подруга мне или кто, любимая? Мне, кстати, прислали курьер. В общем, неважно, это не интересная история, я хочу договорить дальше. Мне Люта позвонила, сказала, что мне курьер... Какой курьер, успокойся. Мне курьер прислал под... Да, ты покажи, я хочу поделиться. Это не твой эфир, это наш эфир Станин. Подождите. Не, вы вообще не в первый раз в жизни прислали подарок. Блин, а меня нет в городе. Вика, хватит кушать, приятного аппетита. Хватит, хватит. А что, хватит, Сёмга на мангале, такая шикарная сегодня. Сами жарили. Это Сёмга. Все, давай рассказывай эту здравую историю. Ой, а что ты сдвишься-то, я не понимаю. Давай, давай, подруга, расскажи. Тихо, подруга, что он вбирится. Пиши, пиши. Опять переписывается с телочками, ребята. Короче, мне позвонила Юлька, скинула аудиозапись. Ребята, мы будем прерваться, до свидания, пока. Пиши с девчонками. Девчонки и мальчики. Короче, Юля прислала аудиозапись. Парень говорит, что он давно за мной наблюдает. Как я тебя разнесла? Слушай, дальше. Да разнесло-то понятно. Я вам показала уже, как меня разнесло. Щеки. На себя посмотри, стерва. Я пока дьявола. Короче, вот делал. Да все. Дайте щеки покажу. Ну, принесли курьер, что там. Короче, суть в том, что парень за мной давно наблюдает. Потом он уехал в США на заработки. Заработал денег? Да, заработал денег. И не смотрел, не смотрел. И набрал мое имя, фамилию в Яндексе. И, короче, как оказалось, что он узнал о том, что я в разводе. Спит, уроды, пишет какой-то. Сейчас органам опеки позвонит. Нет, у меня дети спят. Да не спят они еще. Нет, что не спят. И, короче, сказал о том, что выслал мне подарок. И вот хочется сделать мне приятное. А что там внутри? Так я не знаю. Завтра приеду в Краснодар. А что никто не открыл? Так нет, завтра пришел. Так курьер не отдал. Завтра я приеду в Краснодар. Лечит тебе в руки? Да. Вот он сказал, что пришло мне. У меня же так интересно. Да мне тоже интересно. Июльке интересно. Всем интересно. Я первый раз. Я загадывала. Я говорю, что так тормозил мульта. Я себе тайного поклонника загадывала еще, блин, зимой. На Новый год. Деду Морозу. Ребят, загадывайте желания на Новый год. Они сбываются. Вика вам тому подтверждение. Хотела тайного ухажера, загадала. Подожгла записку. Выпила. Прошгала. И желание сбылось. Тайный поклонник есть. Это поздно, блядь. Может, это ты? Я здесь при чем? Ладно, давайте признаемся откровенно правде. Мы знаем... Мы за человек. Одну секунду. Мы знаем такой тип девушек. Даже есть уже на сегодняшний день такие агентства, которые дают в прокат цветы. Это очень легко. Можно на 8 марта... Прокат цветы? Конечно, в аренду ты не знал? Нет. Ну, не пизди. Серьезно? У нее муж вообще-то есть. А, ты дарил? Нет, я не дарю цветы. А вдруг там придут не цветы? У него не получается это. Сергей подарил Тане на 8 марта вот эту хрень вот там в углу стоит. Да нет, это ставится. Кстати, я сама себе купила. Ладно, Сергей подарил Тане на 8 марта корму вот тому коту. Вон сидит. Ну, это прекрасно. Кстати, а что я тебе подарил на 8 марта? Ничего. Вот, скажите право. Я же ничего не подарил. Рустам расстроился. Рустам очень расстроился, что Вики делает. Поживете 11 лет в браке, я посмотрю, что вы подарите. Ладно, давайте смотреть правде в глаза. Пока там кто-то Вики делает подарки, я-то рядом. Я-то здесь, 24 на 7, а? Ребята, думайте головой. Какая рать, что вы там не шлете какие-то подарки. Интриги, интриги пошли. Какая мне разница, что вы ей там шлете? Я рядом, ребята. Я, запомните, я здесь. Дайте мне мучай. Слушай, а что запомните? Пусть шлю тебе что-нибудь полезное тогда. Новый iPhone пришлите человеку, а там на Samsung сидит. Не, мне нравится. А, это Android. Я хочу розовый байк и розовый. Так, можете призвать, что мне надо. Блин, да у меня все есть. Байк? Я не хочу, чтобы она каталась. Слушай, но гидроцикл сильная тема. Присылайте в Геленджик, мы Вику прокатим обязательно. Я не хочу, чтобы она каталась. Я против этого. Я хочу шлем. Это небезопасно. Это не имеет смысла. Это друг или хейтер, блин. Электросамокат. Самая лучшая. Вот, электросамокат можно прислать. На мотоцикле не надо ей кататься. Кстати, есть нормальный самокат 300 тысяч. Мотоцикл это идея фикс Виктории, которая вот просто запала ей в душе. Она хочет вот это вот поиграться. Это идея фикс уже много лет. Я подарил цветы ей на 8 марта. Что там еще? Лезть, перезть. А не гидроцикл. Так, не только цветы, но и брендированные пакеты. Да. Так, Рустам, ты огонь. Спасибо, детка, ты тоже. Сегодня успела вас увидеть, пришла. У вас уже небо. Мы завтра будем на пляже. Рустам расстроился, да, я тоже читал. Американский бургер. Аня, у тебя плюс три подписчи. Да. Те, кто смог не найти. Ну, вроде все почитал. Я еще раз. Так, что еще поддерживаешься, умничка. Рустам, поцелуй Вику, да, и меня Вика не подпишет. Попросили, ребята, девчонки, всех могу подсылать от вас. Вику, или подсылайте. Моя маленькая, вот эта пизечка в мою куруже. Ну, кто? Ну, подруга, блин. Ну, почему пизечка? Бля, вообще мозгов не хватает. Ну, друг, подругу пизечка. Ну, это поцентальше, там пишет. Давайте, давайте поговорим на взрослые темы. Давай. Пизечка, это не, это ассоциация. Что Вика кушает? Вика кушает рыбу. Таня, семга на мангале сегодня готовилась. Семга на мангале съела все. Бля, Серега, ты понимаешь, я рассказывал про пизечку, они меня перебили. В общем, признаюсь, что я ем сомгу на мангале. Признаюсь, я тебе руки сейчас вставлять, что, блин. Так, такого, как Рустам, еще поискать надо. Спасибо, Махарошая, не надо искать, я здесь иду. Не говори, пожалуйста, Махарошая, я тебя умоляю. Слушай, есть твои ассоциации больных. Ребену есть, Ребену есть, Рустам, смотри. Да нет. Твои больные ассоциации с прошлого не должны перекладываться на меня. Гам. Махарошая, называй племянницу так, Махарошая девочка, племянницу. Подписчица моих так не назову. Это не твои подписчицы в моих руках сейчас. Девочки, вы в порядке, не переживайте, вы безопасны, я вас не уроню. И телефон стоит на зарядке. Мы друг друга не потеряем еще очень долго. Мы можем даже побить рекорд в прямом эфире. Будем 24 часа вместе с вами на интриге. Спать будем, ночевать будем. Покажем, как мы спим. Мы покажем. А я постилю кроватку. Просто там хороший, Вика, не упусти его. Вика, ну держи меня, ну возьми давай, чтобы не убежал. Рустам, ты держишь пост? Нет, я держу пост, вот у меня яблоновский, тургиневский пост на въезде в Краснодар. Это мои посты, я их держу. Рустам, ёпта, выходи, я приехала на вишневой девятке. А ты, Вика, за мной приехали, держи, держи меня, давай, держи. Держи меня, сучку. Держи, ну держи. Я сейчас приеду. За мной на девятке приехали. Своя, честно, приятно, что такие вещи пишите. Так, Рустам, почему Вика находится в мире? Да, верь, я просто встала. Верь, я так приятно, честно. Когда мне подарки, мне присылали, и орал, ты псих. А здесь подъезд. Нет, нет, нет. Вы че? Ты чего? Ты че меня это? Ты чего? У него, кстати, фишка новая. Ты чего? Мне нравятся девушки, как моя мама. Моя мама самая лучшая. Вот такие девушки мне нравятся. Таких уже нет. А ты говоришь, что я весь день. Рустама, а как тебя поцеловать? Что? Не надо меня поцеловать. Слышишь, Вика, дам его поцеловать. Слышишь, Вика, дам его поцеловать. Слышишь, Вика, ты пропускаешь. Рустам, я бы ты так, это понятно. Я прошу заобнимать всех от меня там. Всех вас заобнимал там. Рустам, так, 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 так. Вика, пьяная. Нормально. Дай посмотрите на все. Вот нас. Вика, просто тогда почитаем. Давай. Я тут... Я тут... Вика журнала пьяная. Вике надо выпить как минимум литр виски. А, ребята, у меня чувство юмора. Вы слышали? Они сказали, что у меня крутое чувство юмора. У меня есть чувство... Несите бутылку. Всем, всем луприкады за мой счет. Срочно. Да, оставай. У меня есть чувство юмора. Мне ребят... Бутылку и виски Вика хотела, получила. Литровую. И даже моя мама мне говорила, Рустам, ты классный, ты смешной. Она говорила мне, что ты... Пей. Пей. Это лимонад, который нам сегодня не нужен. Пам, ну пускай стоит для красоты. Вот, у меня есть чувство юмора. Спасибо, давайте идем дальше. Вика до чая походу много выпила. Вика не пила, отвалите. Перепила чай. Какие-то странные, типа, друзья. Вы меня пьяной не видели, дорогие мои. Если я буду пьяной, то я точно тут тихо и спокойно с вами не сидела. Я бы вам очень много чего интересного рассказала. Про Рустама. Про Рустама. Или у Рустама. Что-то я перепутала. Да тормози, ты уже, блядь. Нет, мы приехали ненадолго. Мы завтра уедем. А Рустама крутое чувство. Ребята, снова про чувство юмора написали. Давайте смеяться. Да понятно, что прикол. Разработаем. Одна на девятке забирает Рустама. Другой отвлекает Вику. Смотрите, пишет прикольно. Смотрите, что ты написал. Мне нравится тема. Послушайте, послушайте, малая. Малая, посмотри. Мне нравится. Так, сейчас план разработаем. Одна победит на девятке, забирает Рустама, а другая отвлекает Вику. А что делает Таня с Сережей, ребят? Почему мы не в схеме? На фоне Эйфи левой башни. Что пишет? Устаршие. Так, лежать, лежать. А Вика садится на Рустама БМВ и катайся по Геленджикоу с бутылкой шампанского. Весь и со мной. Девчонка. Я пью. Ты кайфует. А вы собирайте Рустама на девятке. Ребят, девятьсот сорок один. Мы близки к сиськам. На тройке, на чем хотите. Внимание, внимание. Срочное объявление от Сергея. Буквально через сорок семь подписчиков. Вернее, пользователь прямого эфира Татьяна покажет и оголит свою сиську. Я уже привыкла, что мои подписчицы хотят моих бывших мужей, моих друзей. Пожалуйста, забирайте. Послушай, успокойся. Они провоцируют тебя. Приезжайте на девятке, на двойке, на тройке. На чем хотите, забирайте. Мне не жалко. Я щедрая девушка. Добрая, как любят некоторые выражаться. Мне не жалко, честно. Девятьсот шесть человек. Они откуда все вообще? Мне не так интересно. Ребята, внимание, интерактив. Прямо сейчас мы вместе и синхронно пишем города, откуда мы. Поехали. Давайте, да. Мы из Геленджика, родом из Тобольска. Из Тобольска. Привет, если есть Тобольск. Я не был у вас 10 лет. Тобольск, Чувашия, Самара, Хабаровск, Сахалин, Гондурас. Ты из Гондураса? Это город такой. Ой, господи. По-моему, ты из Гондураса. По-моему, ты из Гондураса. По-моему, ты из Гондураса. Яблановочка. Вот чистокровный Гондурас. Яблановка. Хочу ее искупать. Сейчас охладить под холодной водой, потому что она не успокоится. Давай сюда. Включай кран. Включай воду. Я ж тебе сейчас секунду. Давай, пошла. Вот. Не, шучу. Я ей не могу навредить. На, держи. Ребята, осталось полторы минуты. Мы будем с вами прощаться. Давайте общий тост. Поднимай, Сергей. Вообще-то мы смотрели города. С какого города? А, города. Киев, Самара, Майкоп, Украина, Краснодар, Санкт-Петербург, Саратов, Воронеж, Чехов. Подожди. Тобольский, ребят. Что там? Что мне про меня спрашивают? Привет. У Тани есть тату? Нету. Нет, я против тату. Еще, внимание, осталась минута. Тольятти, Приморский, Астарк. Писанок, Куброва, извиняюсь. Тольятти. Энэм, Саламалеков. Так, Воронеж за дружбу, Украина, Харьков. Украина, привет, родные. ЛНР, Украина, Астрахань, Волгодонск, Санкт-Петербург. Люблю вас. Люблю вас, еще за город, люблю вас. Киев, 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 Найкоп, Самара. Украина, Киев. А, люблю вас, это рядом с Сызрой. Все с Украины, да? Люблю вас, это возле Гондурас. Осталось... Саратов. Чехов. Это где Вика живет? Она вот тут. Да, где ты живешь. Ты живешь. Ты сказал, сейчас я тебе дам. Так, Таня, иди сюда, у тебя последние минуты славы. Поехали. Таня, у тебя осталось 20 минут, 20 секунд, и ты должна что-то произнести, чтобы запасть всем душу. Быстренько пиши инстаграм или говори, чем не думай. Всем привет. Итак, внимание. Обратный отсчет. 10, 9, 8. Субтитры сделал DimaTorzok